Ловишь противника где-то, когда он не ожидает твоего нападения. Потому что если вы занимаете позиционку у вышки, у любой, да где угодно. Враги не глупые, они не стоят так, чтобы их поймали в эту комбу. Она работает только если ты грамотно заходишь со смока, когда противник этого не ждет вообще. Собственно, ЕГЭ-то так примерно эту комбу и юзали. Между нежданчиком. Да, и чтобы она сработала, достаточно, ну чтобы она эффективно в игре в итоге зашла, достаточно один раз ее где-то завязать нежданчиком. Самый прикольный момент, где можно завязать любую такую комбинацию с Дарксиром, это когда твой враг просто идет по линии тебя пушить. И ты встречаешь там за 2-3 тысячи. Да, расстояние до своей вышки. Потому что обычно все варды и все расставляется в месте, где уже будет драка. То есть там вот люди, подходя к вышке, могут поставить варды рядом с ней. Но когда они идут еще только по линии, собираются, там, как правило, ничего никаких вардов не стоит. И враг вообще достаточно расслабленно себя ощущает. Типа они идут пушить и вообще могут обсуждать что угодно в этот момент. Как они будут занимать позиционку у вышки. Но этим редко кто пользуется. Ну и такой момент поймать не так просто. Доживает здесь СФ до второй стадии драфта. И секреты на открывающие. А секреты и не против. Да, Энви перемещается на квапу, скорее всего, соответственно. Вот не нравится мне, что сейчас Энви будет играть на квапе. Но поглядим. Скорее, может быть, это вообще для Мизери квапа, в оффлейн. Может быть, но вряд ли. Я видел Энви на квапе и не видел... Мизери на квапе. Мизери на квапе. Я поверю в то, что Мизери может быть здесь на квапе, если квот Андаинга еще доберут. Или что-то похожее. Ну да, такая добла сильная, чтобы как раз мучить как в Виверну. Там плюс один или плюс два героя. Но, кстати, секрет, секрет, секрет. Интересный у них такой пик. Не удивлюсь, кстати говоря, Чена увидите еще здесь в этой игре. Почему бы и нет. Мне почему-то кажется, что вот этот рекорд персонажа. Тим секрет. Рекорд персонажа. Не типа Найс Салкер Гуфлейн отправились как Мизери, да? Да, да. Ну да, это тоже возможно. Мы увидим. Но пока секреты немного отходят от своих любимых, так сказать, стратегий. То есть они могли взять Винд Рейнджер на ферст пике вместе с любым саппортом. Да тот же Бэйн, например. Идет в том, что Свардар в бане. Они предпочитают брать ВР-ку под Свардара очень часто. Без Свардара это не так надежно. Ну да не, ну что. Вот в прошлой игре они брали и без Свардара. Да и вам, логи, других брали. Там у них была комбо другая их излюбленная. Эмбер ВР-ка раз, суперсильный лейтгейм. И плюс, опять-таки, был Магнус, который усилял ВР-ку Эмпауэром. Нет Свардара. Кстати, ВР-ка в предыдущей игре она была блеклая. В ТР-3 в принципе вообще ничего не сделал. Да, было там пару связок, но их не было там 25 штук. Так они доджили все файты. Там и драк-то особо не было. Секреты просели вначале, вынуждены были доджить. Да, мы обратили внимание, там минуты на 40-го и у Вихи был счет 0-2. Четыре на ВР-ке. Четыре асиста за всю игру. Но они здесь могли брать также ВР-ка плюс что угодно. Потом Антимаг, Магнус. И это опять же их стратегия почти та же самая бы получилась. И типа Антимаг хорош против Дарксира там. Проверяется Даззл. Это и другая стратегия SF-Даззл. Но только она правда набирается вот уже во второй стадии пиков. Опять довольно сильный вейтгейм вырисовывается у Тим Секрет. Да, ультимативный такой. Так, ну и что же будут добирать себе Минески в четвертый пик? А в ответ на это пока что есть любимая комба Ярослава и Виндрейнсер в виде. Добавить в эту комбу. Ну в комбу тут не хватает гирокоптера, очевидно, да? Чтобы закрепить, так скажем, наш 3,5К ММР. Но против Даззла уже не очень хочется брать гирокоптера. Но пока что он дает. Не, ну вообще ланчер не в бане. Здесь вот ланчер, в отличие от прошлой игры, он здесь смотрится очень даже и ничего. Да, кстати, почему бы и нет. Вот этих персонажей ланчер действительно может. Поубивать Тим Секретовских. Кто у них такие жесткие были? Ланцер, Темпларка. Хускар. Хускар. Ну, да, в общем-то и все. Они играли, у них Куку игра на Лансере, да на Хускаре каждую игру. На гирокоптере там щеком было. Ну вот, возможно, да. Как раз таки гирокоптер не в пике до сих пор. Да, гирокоптер против как раз Яхомов был. Нет, он в эту комбу гирокоптер вообще с этими героями, это понятно дело, это прям вот бери не хочу. Но против даззла, возможно, не очень хочется, потому что все-таки даззл гирочек антрит неплохо. Если Секреты будут как бы игру контролировать, если твой враг с даззлом, в общем, игру контролировать может, то он принимает все драки под вивом, который висит уже секунд 15, и флейки, они вив плюс мега, да-да-да. Секреты сделали тоже, это как раз хороший банн, это Ланцер забанит, потому что при получении Манта Стайл он тоже становится плюс-минус такой неуловимый. Очень трудно поймать на него ни эфир не будет работать, ни армурщит, который... Вот этих персонажей может порезать. Вообще-то говоря, они могли Ланцер брать на четвертый пик, я как бы я не осудил за такое, если он им был нужен, конечно, потому что Ланцер смотрелся очень даже ничего. Может быть, что-то испугались. Они хотят, у них десятый закрывающий пик, и хотят керри оставить, возможно, чтобы видеть уже всю ситуацию. Есть СВЕН? Джиггернаут какой-нибудь еще может быть. Джиггернаут более-менее, да. СВЕН, кстати, тоже ничего здесь. Вот они бы, если взяли Ланцер на четвертый, могли бы получить СВЕНа вполне себе в ответ. И какую-то дабл-клопа Баланар в оффлейн, СВЕН Дазл в сейфлейн, и без проблем бы с этим вас расправились. Мне нравится еще какой-нибудь Фантом Ассасин неплохо ходит. Нет, ну вообще да, но вряд ли они его возьмут, просто потому что его никто не пикает. Для кого? Для Минески? Да. Мне не очень. Баланар дает один Сайленс и промахи. Ну там БКБ будет, что-то рано или поздно. МКБ, БКБ. МКБ, БКБ. И наш любимый Хирург. Хи-год, давай Хирург. Ооо, а где Егор? Где Егор? Где Егор, потому что доволен пока только я. Ну, вот, быстро, Антимак. Я не хотел даже говорить про него, но он не очень нравится. Артур голосует сразу против команды Минески, не побеждает. Ну, слушай, там в самом первом пике взят Райт Сталкер. Вообще, Антимак может победить, но действительно здесь, ну даже нет героя под мановое. Обсудим это все после игры. Вторая карта Сикрет против Минески начинается прямо сейчас, и мы передаем наше слово комментаторам. Спасибо, Иван. Посмотрим, удастся ли филиппинской команде сравнять счет в этом противостоянии. Ну и в очередной раз Тайт Хантер, который, если я не ошибаюсь, в третий, в четвертый раз на турнире пикается. Хотя об этом героя, ну, много можно говорить. Ходят легенды, но не знаю, что он так не нравится нашей студии аналитики. Герой как герой, он имеет хорошие спилы, у него невероятный ультимейт, который цепляет абсолютно всех. Так что, Секреты в отличной позиции. Да, ну и пока что те игры, где попикался Тайт Хантер, он побеждал. Возможно, не во всех, но во всех, что я смотрел. Ну что ж, посмотрим. Минески, Ку-Ку играет на Антимагия, Рейджинг Потейта на Виндрейнджер, Джесси Вош на Андаинге, в Хардлинии Райер в очередной раз играет на Дарксфире и Джулс на Виндреве Вернем. И Team Secret, Eternal and the Queen of Pain, Пайлайдай на Найт Сталкере, Виха медирует на Сэфи, Мизери идет в Хард на Тайт Хантере и Папи, суппорт Дазл. Да, вот нам говорят, что одна победа, одно поражение. Соу-соу, да, соу-соу. Ну, в целом, вот сейчас приятно то, что у Минески был лас-пик. То есть в этот раз Минески взяли такого героя, который может перевернуть. Да, вот как вы правильно отмечали, что до 30 минуты тут может быть и нечем переворачивать, когда Team Secret оденутся. Но если у антимага хорошо пойдет, то его тут не остановить с мантой, если он ее быстро соберет. Ну, как и любой антимаг, в общем-то, если он получит значительное преимущество, может творить чудеса. Мы вот вчера буквально наблюдали против Веги, неуловимого Аэма, с которого было вообще никак не подцепить. И как же он там был хорош. Ну что ж, начинается игра. Да, по поводу прошлой игры еще вот интересное такое замечание. Мне приходило в Твиттер, что Вейл был куплен против Фантома Лансера, чтобы просто его светить. И в этом плане было целых две возможности. С одной стороны Вейл, который подсвечивал настоящего Лансера. С другой стороны был еще и Инфибал. И такой получился классный драфт в плане вот именно того, что настоящего всегда было видно. Но с другой стороны, это не помешало ультовать и Бейну, и Вестмастеру, куда попало в одной из игровых ситуаций. Но это при этом не сильно повлияло. Ну что ж, Дарксир у нас отправляется на топ стоять против Этернал Энви. Линия для него не самая простая, но и не самая тяжелая. А снизу у нас тает. И как же он разбил лицо антимагу с одного Энчер Смэша? Даззл с под хила. Там большое количество крипов. Одну хилочку дал, и из четырех крипов у тебя нет уже полстолба. Да, ну и плюс еще и с Энчер Смэша залетел дэмэдж. В итоге у антимага тяжелая ситуация. Классный давлаз, который не так просто совладать будет сейчас ку-ку. На миде пытаются подгнобить немножечко СФа. Undying и ВРка. Но СФа подгнобить это очень тяжелая задача, потому что он все равно свое, как правило, набирает. Ну, может получиться. Замбарг, в принципе, для этого и создано, чтобы кого-то хайд гнобить. Но вот не авкнется ли им это тем, что сейчас очень тяжелая жизнь у антимага. То есть, как мы видим, сами секреты знают то, что Тайдхантер, точнее, что антимаг эту игру может повернуть. И чтобы не позволять ему фармить свое быстрое батлкури, решили его прессануть. Да, пока что один крип и тяжко. И добивать очень тяжело без топорика. То есть, если получаешь один анчерсмэш от Тайда, у тебя демэж режется минус 45%. И после этого ты имеешь тычку, там, что-то в районе крипа. Она близка к этому. Да, ему даже и без этого добивать довольно тяжело. Ну да, плюс ко всему еще Team Secret довольно-таки удачно пушат крипов под Тауэр. Мы видим то, что крипы... Ну, очень тяжело добить крипов, когда у тебя бьет и вышкой крипы, и там идет невероятный рандом, из-за чего ты от него сильно зависишь. И Undying возвращается, понимая, что это нужно останавливать, что продолжать так не стоит. Да, за вулддэмжем Джесси Вош выходит на лайн. Ну и с Undying здесь пободрее смотрится линия 3 на 2, да еще и Undying. И антимагу дают фарм. Немножко он просел, но, как мы видим, сейчас подтягивается по грипп статам очень-очень хорошо. Пауэл Эдай, в свою очередь, миссию выполнил. На центре Shadow Finda защитил. Позволил ему получить некоторое количество душ, мы видим то, что плюс 24. И вот теперь пошел наверх. То есть, благодаря тому, что опасная ситуация у Мизери, он говорит, Джесси Ваш, как с Дудетта его пробивает, но все равно на сапоге он убегает. Да, на сапоге еще и Даззл подхиливает, так что здесь у Тайдхактера все в порядке. Хорошие отводы, получается, у Джулза. Нету никакого варда здесь на то, чтобы забанить спау. И можно получать дополнительный экспириенс, при этом еще и антимагу давать спокойно фармить. Хорошая статистика с андайингом. Да вообще, мне кажется, много у кого с андайингом все здорово. Здорово этот герой входит в современную мету. Очень сильно и в начале, и в мидгейме, и даже в лейте, в каких-то определенных местах на карте, скажем так. Ну да, так хорошо его подняли в плане лейта. То есть там тамба требует 7 тысячек. Представим, что это какой-нибудь Свен, который дает 7 тысячек. И он за 7 тысячек может убить всю команду, и ему приходится тратить на тамбу. Вот, так что такой уже стал более сбалансированным героем. В прошлый раз он больше был похож на такого лейнера. Если ты там до 30 минуты не затащил, то уже все, ты немножко слабый. Но сейчас он мобилен и продолжает активно рваться в пике. Да, вот хорошо так мнет тайда. Заспавнивает его дикейм, чтобы у тайда было очень мало хп. И продолжает с ним в одиночку разбираться. Ну и антимаг начал фармить, что самое приятное. Винтер Виверна использует Арктик Берн. Ну и в итоге остается немножко в невыгодной ситуации. Но отсюда можно будет ее снять. Возможно, какой-нибудь андаинг придет, проезд тангусиком. Антимаг сжигает ману Мизери. У Мизери 2 тангуса, как раз 2 манга на этот счет. Чтобы и регена побольше было, чтобы и восстановить себе ману в случае необходимости. Ну и Ку-Ку хорошо начинает фармить. Да, у Квапы пока что побольше. Энви там вообще разогнался не на шутку. 25 на 17. За Денайл много крипов, что против Дарксира очень-очень важно. Так, ну и что у нас? Найт Сталкер. Наступила ночь, врывается во вражеский лес, но прогоняют его отсюда быстро. Защита у антимага очень хорошая. Прям вот ничего не дают с ними сделать. Да, вот Павлода сейчас старается реализовать первую ночь. И основная цель это, видимо, не так, чтобы кого-то тут поубивать, а лучше всего попробовать там, допустим, не дать запулить линию, и Тайт Хантер может под вышкой крипов загорать. Или вариант номер два просто зомби чем-то занять. Потому что пока зомби бегает за Найт Сталкером, мы видим то, что Тайтс может подходить к крипам, и хоть вот какие-то копеечки, но продолжает получать. Ну а главным образом получает экспу, не может кастовать Энчер Смэш, потому что ноль маны. Зомби продолжает гонять Найт Сталкера, и выгоняет его из своего леса, гонит дальше. Иди, говорит, отсюда. Да, ну зомби Найт Сталкер, дуэль такая суровая на первых ловелах. Найт Сталкер закончилась мана. Ну зомби сейчас надо вернуться. Взял не самую выгодную позицию, дрался там, где могла быстро произойти перетяжка от Сэфа. И когда бы ему нужно было убегать от Найт Сталкера, это не самое милое дело. И в итоге убежал обратно. Защитил. Да, защитил своего антимага, и ВР-ке также не позволил помешать. Здесь у Виндрейнджера мы видим легкое падение Крепстата из-за того, что у Сэфа слишком много атаки становится. Ну ничего не поделать. Ну да, в такой ситуации было бы здорово, если бы ты мог кого-то позвать к себе, допустим, там, того же зомбаря, ту же Виндру Верны, чтобы можно было Сэфа напрячь. Но, как мы видим, пока Тайт Хантер свою задачу делает, и ВР-очку вынужден один на один стоять. А один на один стоять нереально. Когда у вас разница по ДПСу, там, 68, 61, плюс 61, да почти 130 против 80, то, ну, почти любой игрок добьет всех крипов, как бы ты и не старался. Поэтому только пауэршотом. Только пауэршотом, у которого не такой уж маленький монокост и кулдаун. И Сэф уходит в лес. Зафармливает то, что ему там настакали. Есть Аквилка, восьмой левел. Шанс для Найт Сталкера получить немного экспириенса, и шанс также и для ВР. Ну вот опять у нас вторая игра уже начинается с того, что каждая команда уверена в своей стратегии и никуда не торопится. Но в случае с Минесками это весьма понятно. У них все-таки антимаг. И антимагу нужно разогнаться. Выход на Тайду. У Тайда нету маны. Ульт Тайт Хантера. Ставится там. Ба, хорошо, здесь за Мизери взялись. И Ку-Ку забирает фраг. Очень классный ультимейт, пока Тайд Хантер не понял, что это нападение и не съел манго. В итоге минус телепорт, минус Тайд Хантер, и можно еще неплохо напинать по вышке за счет тамбы. Да, у них хорошо получилось. Поймали тот момент, когда Найт Сталкер был на центре и не мог своему союзнику помогать. И Сэф также у нас был в лесу. Даже несмотря на то, что и было ТП, но нет маны. И Тайда здорово забрали. За счет Пупея было бы ТП здорово увидеть. Он как-то пока не торопится покупать на Дозле, но самое время. Ну там кто-то делал телепорт, но не успел просто-напросто. Возможно, это Энви был, правда, судя по цвету иконки. Ну и давайте посмотрим на Нетворса. 3800 Shadow of Fiend. Верк отстал на 800 монет. Антимаг идет на второй позиции, что его вполне должно устраивать. Пока что по игре. Тут Клинув Пейн забрала Дарк Сира сверху. Ну, довольно-таки хороший выход. Реализовался ультимейт. И Энви пошел дальше брать руны. Папа может отступать на тропу войны. Все есть. То есть у нее восьмой уровень. У нее есть тут уже баночка, ПТ-шечка. Параллельно можно оставить линию для Дазла. Ну, это как одна опция. Или вариант номер два. Просто дождаться ульта. О, он пожестче решил сделать. Он решил переквалифицироваться в лесную Клинув Пейн. Ну, получается. Ну, пока ульта нету, действительно тяжело. Ему здесь просто решает пофармить. Зомби оставляют мид вместе с Найт Сталкером. Фармят они там свой левел. Верх немножко отошла. Может быть сейчас будет попытка зацепить через Шекл. Шекл не привязывает Найт Сталкера. Но ставится тамба. И как же проседает Пайлайдай. В итоге забирают его. Хватает здесь демеджа с Сол Рипа, с Тамбы и с Фокус Файра. Даже без Шеклшота. Хороший фраг от Минески. Тайт продолжает дефить свою линию. Есть у него уже ревердж. Не самый, конечно, сильный спелл для современной доты. БКБ не пробивает. Кастуется довольно долго. Ну, в плане, если не вплотную. Но, тем не менее, АУЕ там такое, что компенсирует все недостатки, по-моему. Ну, да. Ну, с другой стороны, есть Анчер Смэш. То есть, в принципе, спелл такой, который пробивает БКБ и демедж режет. Потому что физ урон. Вот. Такой сбалансированный герой сам по себе. Единственный, конечно, такой минус, что кулдаун ульты очень долгие. Но, учитывая то, что в прошлой игре у нас там тимфайты были раз в 10 минут, а то и раз в 15 минут. Видимо, и подумали. То, похоже, да. Тим Сигрты как раз рассчитывали на это и взяли вот что-то самое жесткое. Что может за Месси решать. Миди продолжается дуэль Найт Сталкера и Зомби. Найт Сталкер уже поаккуратнее действует. Такое необычное явление, но уже 2 минуты Найт Сталкер с зомбарем решает вопрос, кто из них пожестче. Причем Найт Сталкер уже умер, но не сдается. Не сдается. Вот нам тут говорят, что Оэму не самый лучший винрейт против Шадоу Финда. Но на лавном моментах все более-менее. Ну, в свое время, конечно, антимаг был значительно сильнее Шадоу Финда, но Шадоу Финда так много аппали, что сейчас он в лейте хорош. Да, и сейчас все вот эти танцы на Рошана говорят нам о том, что, ну, вообще потенциально Team Secret'ы, наверное, не будут ничего менять. Просто вот на Рошана кинут 2 минус армора. Это Гаш Тайда и вот Таура Айсэфы. И его спокойно заберут. Так что для Минески нужно как-то вот этому сопротивляться. Ну и Шадоу Блейд появляется у Вихи. Куда он пойдет, как его будет реализовывать. Есть уже 11-й левел под этот Шадоу Блейд и урона с ультимейта очень много. Ну, такой довольно-таки ранний. Есть еще огромный плюс в том, что ты все это время фармил в лесах. И если сейчас получится этому СФу забрать, например, там, Винд Рейнджер или, может быть, разорвать антимага, то тогда этот Шадоу Блейд может очень хорошо окупиться. Идет. Он что-то Килл стоит многого. Сентри стоит. Отличная игра от саппорта. Кто бы мог подумать, что здесь вообще будет стоять Сентриана. Вот она была поставлена в последний момент. Сверху нападение на Этернал Энви. Шекл ему дают, но Энви в итоге уходит. Здесь же перетягивает Сайт Хантер. Мизери может скастовать неплохой ультимейт, если пойдут дальше Минески. Минески играют аккуратно. Ой, как Мизери сейчас может выйти в спину. Дает Ревадж по двоим. Раскаст великолепно. Ну, Верка, правда, может уйти. А Верка отходит. Квин оф Пейн. Блинк скоро будет готов. Шекл на развороте в Тайда. Никого не привязывает. Квин оф Пейн не решается врываться дальше. На развороте идет за Винд Рейнджер. Но Винд Рейнджер слишком далеко ушла. И Энви секунда до блинка дает блинк. Забирает. Выживет ли Джеки Мао? Джеки Мао 50 хп. Нужно добивать его. Делает еще один блинк. И уходит Энви. Это тот самый Энви из прошлого года, о котором ты говорил. Но в этот раз у него все получилось. Да, причем очень четко. Он после первого блинка понимал, что скорее всего сейчас туда полетят нюки и могут его забрать. И сделал еще один блинк, такой более рисковый, но так, чтобы враг не ожидал. Так. Пайлайдай нашел антимага. Или антимаг нашел Пайлайдэ. Очень много хп, поэтому антимаг его не забирает. Решили переключиться на Мизери, но здесь мы видим то, что с маной все в порядке. Вот Артур успел эту мысль в последний момент сказать, что кого здесь ультить-то, кроме Квин оф Пейн. Ульты очень слабые получаются у антимага. Тайт Хантера не пробивает вообще, Найт Сталкера тоже. Монопул слишком маленький. Вот мы видим, что эта проблема актуальна. Итак, по графикам у нас почти 4000 преимущества. Опять выходит SF и опять его видно. Да что ж такое-то, думает Виха. Что за фигня? Ну вот это вот отличие. Сентри много. Это вот отличие, почему, допустим, вот в паблике очень любят собрать лотары. Ну Виха, в общем-то, оттуда. И они там реализуются, потому что такое количество сентрей мало кто вообще, в принципе, покупает. Здесь мы видим, так ребятки нормально поставили. Не поскупились. Ну да, да, да. И почему на турнирах? То есть не очень хорошо заходит, потому что суппорт обычно, когда видит вот такой айтем, он начинает покупать деньги. Ну вообще деньги на все сентрии. Потому что можно поставить там 10 штук, его ни разу не найти. Но если один раз ты увидишь, как вот, допустим, он засейвил антимага, то сентрии купились. Смог, очень интересный Смог, о котором не знают сейчас Сикрет, выходят, могут поймать Шадоу Финда, идут за Найт Сталкером. Давайте смотреть. Выходят, видят их на варде, SF сразу же Шадоу Блэйд. И Найт Сталкер спасает жизнь здесь своему кэрю, убегает в другую сторону. Антимага есть, Манавоид. Ну это идеальная игра от Паула Эдая. Грудью защитил Шадоу Финда. Да, и Шадоу Финд не останавливается, понимая, как будет протекать эта игра, покупает себе еще и травела. Вот я подумал о том, что возможно это в перспективе Сильвер Эдж против антимага, чтобы сбивать пассивку Шекл в Энве. Есть реведж, есть реведж. Квинтер Скюорз, ой, как неудачно Мизери, нужно было давать реведж. В итоге забирают Квин оф Пейн, идут дальше. Реведж все еще есть. Телепортируется Шадоу Финд. Ох, какой сейчас может быть рассказ от Шадоу Финда. Да, маны на ультимейт не хватило, но и Скайлов забирает в погоне за Винтер Виверной. Параллельно с этим забирают у нас Дазла, но он дает на себя Грей в последний момент. Уходит, уходит Дарксир на развороте, зомби. Виверна тоже спасается. Ну и в итоге Квин оф Пейн на Верку. Эх, Мизери, Мизери. Ну, Виверна хорошо сыграла, конечно. Вовремя очень дала свой ультимейт, не дала распроставать Мизери. Культ. Вот мы видим дождь статистика у Энви на клопе 8 на 4. И хочется обрадовать, что это не самая лучшая статистика. То есть, когда ты играешь за команду, которая выигрывает, ну там, где-то с 80% вероятностью, может быть, 70. Там ланы, онлайны, в общем-то, хорошо команда выступает. То здесь 50% винрейта, это не самый лучший его герой. И у Минесек есть хороший шанс. Ну и поправка в этом патче, это первая клопа. Так что за Сикретов он еще не играл. Ну я к тому, что у него, в принципе, на клопе, вот большая часть игры, которые мы видели, они так себе. Но, как видим, пока получается. Пока Сикреты делают то, что лучше всего у них получается, это идут давить. Антимаг взял свой БФ, начинает потихоньку пармить. Знает то, что нет ульта у Виверны, поэтому Тауэр можно спокойно замесить. Стараются навязать замес, и Минески нужно ждать. Как только закончится ночь, и при этом откатится Винтер Кюрс. Можно будет идти. Винтер Кюрс откатил, ночь закончилась, можно навязывать драку. Хотя, и это возможно только, если антимаг при этом где-то фармит, и вы находите соперника в меньшинстве. Сейчас выход, в смаках может быть очень опасно. Сикреты. Могут обойти. Да, но тут такая позиция, что с какой стороны не обходи, ты все равно поднимаешься на горку. Далеко находится клопа, есть шанс, выгодно подраться. У Тайдара и в 20 секунд. В итоге решают просто забрать вышку. И смок ответный. Ой, какой смок. В спину заходят. Спалил. Зомби все спалил. Тамбу сбивают. Винтер Кюрс на Мизери. Мизери страдает. Не удалось убить зомби. Курьер летит в драку, приносит Мекку Дарксиру. Тут успевает ее заюзать прямо перед смертью. Подходит антимаг, начинает нарезать. Увидел Мизери. Большой монофул, хороший моновод летает. Виха дает свой ультимейт. Подходит Кейну Фейн. Фокусит Джесси Ваш. И Джесси Ваш падает. Минус 3. Только антимаг и Виндрейнджер выживают. Забрав одного лишь только Дазла. Очень получилась растянутая драка. Но слишком крутая позиция была у Сикретов. И их герои явно пободрее смотрятся в 5 на 5 на данной стадии игры. Ну, тут еще нужно учитывать то, что Винтер Кюрз зашел так себе. То есть ультовать в Тайда, у которого есть Мека. Тут мы видим 11 армора. Еще в троечку вкачан Кракеншилд. Он, ну, он очень толстый. Его не могут забрать. То есть если у Тайда какого-то Дазла, то он почти моментально умрет. Не сможет спастись. Вот это мы видим то, что охотится за антимагом. Тоже антимаг почти погиб. Но вот бить Тайда для Минески это не самая лучшая затея. И нужно лучше выбирать таргеты. С другой стороны здесь СФ, у которого вроде как хороший урон. Но Тайда он все равно, мы видели, не пробивает. Слишком прочный. Ну, у него атак спид маленький. Он пока дамажет в среднем 1 удар в секунду. Больше магии. То есть 1 удар в секунду, ну, сделаешь ты там 2 удара. Там Винтер Кюрз 2,5 секунды. И нанесешь Тайду, ну, скажем, там, 200 урона. Это не так много. Ему нужно еще время. Да и вообще у Вихи такой прикольный билд. То есть он взял пока все то, что не позволяет убивать своих советников. То есть пакуются не на ДПС, а больше такие артефакты, которые прибавляют мобильности. Тревелла, лотарчик. Сейчас еще Сан-Джешу сделать, чтобы побольше хп было. Все на фарм. Можно было, да, все на фарм. Интересно играть в интервью верно. Он осознанно не стал ставить вард, поняв, что там слишком много врагов. Или просто забыл. Просто забыл. Ну, в любом случае, этот вард бы сбили, поэтому получилось хорошо для него. Ну и антимаг потихоньку продолжает фармить. Вот примерно так, мне кажется, нападение. Нападение на Найт Талкера, которое в итоге оборачивается нападением на Рейджинг Потейта. Потейта забирают, забирают также Тамбу. И размен получается не очень хороший для Минески. Вернее, его вообще не получается. Примерно так, мне кажется, стоило вчера попробовать играть в Веге против ЕГЭ с их антимагом. Вместо того, чтобы очень много пытаться за ним бегать, просто побольше фармить изначально. Ну или вариант номер два, который всегда становится доступен, это просто бегать за их тиммейтами. То есть антимаг, понятно, что его иногда взять очень тяжело, но с другой стороны, раз он на другой части карты, то можно попробовать убить его команду. Ну, как мы видим здесь, просто собираются артефакты на очень быстрый фарм, и за антимагом никто не гоняет. Ну да, партизанская война, они понимают то, что антимаг имеет довольно-таки внушительные ДПС, и если пойдут размины ТВРами, то он может его с большой вероятностью выиграть. Но вот с другой стороны, если Shadowfin, как мы видим, хорошо подфармил, уже один из тысячных ТВР, то тогда он может побороть антимага на ранней стадии. И при этом еще успеть подключиться в замес. То есть не получится развести на ДПшечки. Дарк Сир бежит, за ним СФ. Мув спит СФ-522, поэтому убежать нереально. Да, ломают ногу, и Скайла забирает. Слишком быстрый Shadowfin, от такого не убежать, даже Дарк Сиру. Антимаг в этот момент где-то прячется во вражеских вообще лесах или Эншентах. Ну, он сейчас думает, куда идти, либо в Суэлис, либо во вражеские. Вообще ничего не видит, так по сути. Стоит разве что один Вард, видит Курьера. Можно Курьера забрать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас надо прочесть траекторию. Опасный момент. Курьер. Ку-ку. Браво. Минус Курьер. Да, хороший фарм для своей команды. В этот момент, правда, падает Дарк Сир. От кого он здесь упал-то вообще? А, это все еще тот Дарк Сир, который умер до этого. Он так долго резается. Тут ходит на Варочку, она стоит одна. Нужно обижать, Виндрейнджер. Видит ДСФа, бежит. Прячется в лесах. Хорошую позицию выбирает. Но Пайлайдай реагирует. Красавчик Купей, который дал свой ультимейт. Повесил Вижен на Варку. И Пайлайдай смог сбить ей телепорт. В итоге минус Виндрейнджер. На мизере нападение. Ну нет, ну не на мизере. Ну нет. Этого парня вы с трудом. Да. Именно так это все и должно было закончиться. Но забирают. Забирают Кулденбрейс. Даже Антимаг может выжить при всем при этом. Антимаг уходит с блинка. Грейв на Энви. Энви фуловый. Бежит дальше Пайлайдай. Уходит у нас Куку на Фонтан. Забрали Тайтхантера. Как ни удивительно. Он был совсем один. Но в какой-то момент казалось, что подоспей сюда еще хотя бы один герой. И развалится все в пятером за реведж. Ну в этот раз было существенное отличие от той драки на миде. Антимаг успел подключиться. Даже несмотря на Анчер Смэш и на Кракен Шелл. Антимаг бьет тебя мана брейком. И выжигает тебе ману. Периодически на ся урон тем самым. От этого Тайтхантера ничего не спасет. И как мы видим, если получится хорошенько Антимага, точнее Тайтхантера пробрить магией, то после этого Антимаг может влепить хороший мановоид. Он выходит на Виху, но вряд ли его будут забирать. У него все-таки есть Аегис. Взял себе еще и Доминатор. Да, вот так вот вообще не боится. Ну он просто абузит, да. Он создает иллюзию того, что за ним команда. Ну-ка. При том, что даже зная это, Минески все равно не могут на него напасть. Но он очень сильный, у него очень много статов. И забирать его нужно дважды. А у вас нету ничего. Вы только что дрались с Тайтхантером. Оцени, что теперь еще купил Виха. То есть вообще красавчик. То есть мало того, что у него Лотар, Санджиаш и Травела и Хэлмов Доминатор, то с этим Хэлмов Доминатором можно взять Крипай, например, делать стаки Найншента за себя. Там можно разведку давать. Выход в смоках от Секретов. Реводжа нет, но и без него может получиться неплохо. Вэр уходит. Остается здесь Ку-Ку. Ку-Ку в опасной ситуации. Но у него есть Манта. Правда, Манта на кулдауне. Ну и сейчас мы посмотрим, видно его или нет. Видел. Видел его Пупей. Знает, где он находится. Да, и тем не менее, Антимага не найти. Он где-то далеко в лесах. Неплохо выиграл времени для своей команды. И тут же отправляется вниз, стину всех наверх. Ну, Манта есть, уже ловить его тяжелее. Можно фармить, не опасаясь ничего. Да, теперь Минески у нас играют в очередной раз от защиты. Такой необычный момент. Но четыре героя вынуждены дефить свои ТВРА, пока Антимаг начинает фармить всю карту. Ну, а что делать? Секреты владеют преимуществом. Ну, для Секрета понятно, что делать. Просто продолжать их перефармливать. И, может быть, потенциально фармить какой-то Хекс. А вот Минески могут попробовать с Аганимом на Виндрейнджер попробовать какую-то смок-атаку совершить. Чтобы там забрать кого-то загулявшего. Да, но слишком крутые ворды у Секретов. Нужно для начала хоть что-то сбить из этого. Ну, да. Вот Аегис у Шаду Финда упал. Теперь он не такой уж неуязвимый. Можно как-то попробовать с ним разобраться. Однако он заходит на Даксир. Даксир моментально реагирует. Очередная Сентря, которая спасает жизнь. Брал с упортом команды Минески. Да, ну и на развороте здесь не пытаются взять. Просто подстраховывает теперь зомби. Шекл, Пупея. Пупея минус. Ну, хороший фраг. Так, ничего не потратив. Очень быстренько забирают и отступают. Да, саппорт пятой позиции. Но за него не так уж и мало дают. Учитывая, что впереди у нас далеко команда Секрет. Антимага здесь пытается развести на блинг. Такой себе развод. Антимаг блинкует свой вражеский лес. Вражеский лес пустой. Главное не тратить манту сейчас, потому что уже разок встрял. Главное блинк сэвить. Вот он сейчас бегает. Вот сейчас напал на крипов. Вот он может быть молкнулся. Подходит Шаду Фин. Никого с останчиком не оказалось. Я аккуратно ушел. Антимаг слишком прочный, чтобы Сефа вот так быстро убил. Уже по нетворцу остается всего лишь 2000 между ними. Ну и фармит он немедленнее. Тем временем Раджик Потейта выходит у нас в Black King Bar. Антимаг, возможно, тоже пойдет в какой-то БКБ. С другой стороны, конечно... Нет, БКБ здесь... Ну, пока она ему ничего не дает. Я ставлю ему какой-то, не знаю, башер, бабочка. То есть какие-то такие артефакты, которые позволят ему лучше там фармить, больнее бить в Ра. Потому что у Team Secret против БКБ разве что только ульта от Айхандра. То есть все остальные герои в целом, ну так, наяривают с руки. Физика. Ну, Сайленс, но, опять же, его можно подконтрить Мантой. Не, можно, конечно, если разок у Team Secret получится закомбинировать Сайленсы это. То есть сначала его дает Найт Сталкер, потом дает Орчет в опату. Тогда да. Тогда уже нужно будет об этом задуматься. Но пока мы видим, что Антимага с Мантой прекрасно получается кушать Селин. И раз уж так идет, то нужно этим пользоваться. Покупать что-то понаглее. Не дает пушить линии, заблинковывается за Тавр, фармит пачку хрипов. В этот момент Секреты идут в Мид. СФ в Инвизе. Найт Сталкер в Инвизе. Но стоит в Сентре. В интервью верно все видит. Не туда. Да, не туда. Не туда. Ну, такой, действительно, очень похожий на какой-то папчик. Сайланс от Антимага. На развороте начинает бить Квапу. Здесь же встречает Айдхантера. Блин, через одну секунду. Можно убить. Да, хороший урыв. Ну, слишком уже сильно обнаглял Антимаг, конечно. В такой позиции он находился. В итоге забирают его. И выход на СФ одновременно с этим. Но на СФ выходит зомби. И, честно говоря, странная какая-то... И Дарк Север вот сейчас кликают, где нужно заныкаться. Могут попробовать забрать Шадоу Финда через стеночку. И люди будут довольно-таки хорошо нагревать. Но Шадоу Финд все грамотно сделал и отступил, да. Ну, просто в Секреты, если взять вот эти две игры... Кстати, находит Волка себе с Доминатора. В Секреты хорошо играют. В Секреты играют очень хорошо. Практически не дают шансов никаких. Да, они там что-то подфидили в первой, но запас прочности был огромный. И сейчас во второй то же самое. Что бы ни делали Минески, Секреты всегда имеют какой-то еще запасной план. И до победы здесь, конечно, очень далеко. А Секреты никуда не торопятся при этом. Зачем торопиться, когда у тебя рука... Победа в руке. Когда Рошан на твоей стороне. Когда Рошан на твоей стороне. Да, и у тебя минус армора, чтобы забрать его. Зомби... Чуть не нашел ничем. Так, антимаг. Антимаг у нас покупает Владимир. Понимает то, что, ну, как-то надо попробовать ускорить свой фарм. Хотя Сэф как-то очень жестко отрывается. И Минески так вот прям собираются пойти в драку. Зная, что у Тайтхантера ровейш на кулдауне. Ну, что-то как-то не очень у них получается. Здесь в итоге втроем их просто разводят на кучу телепортов. Разводят на Тамбу. И еще Сэфа остается здесь. 2600 имеет. Подтягивается Найтсталкер. Все еще без Аганима. Но с появлением Аганима это будет серьезной... Серьезное подспорье. Сбивает Тамбу Шадоуфинт. Лопа у нас наверху. Абсолютно спокойно фармит Кирасу. Ну, и я чувствую, что после вот этого Рошана будет готова Кираса у Энви. Будет готов какой-нибудь вообще может быть Сатаник или Бабочка у Вихи. Да, и ХГ будет штурмовать не так уж тяжело против такого пика. Несмотря на наличие Винтер Виверны и Андайинга. Ну, просто заходит Шадоуфинт. Ну, и очередной Рошан. Летит Курьер, что-то принес нас. Ага, принес Таганим Найтсталкеру. А Егис у нас забирает Виха. Есть у него Баттерфляй. И осталось только Квапен опармить себе Кирасу. Но Кираса уже готова. Да, я не знаю, как здесь на самом деле отбиваться от этого всего. С таким перепармом в 14 тысяч Секреты. Дарк Сир находит Найтсталкер. Ну, скорее просто дает какую-то разведку. Квин оф Пейн у нас пока что наверху. Но я думаю, что перетянется как только, так сразу. Нужнее для начала Кирасу хотя бы забрать. Ну и Шадоуфинт. С Волком. 344 урона. 347 урона. Да. Нужно сразу его убивать. То есть хотя бы выбить Айгис. Пока нету Квапы. То есть у него Блэк Тау, у него Блэкинг Бара нет. И раз уж нет БКБ, то когда он умрет, он встанет. То второй раз, если он погибнет на стеночке, то можно попробовать еще раз забрать. То есть это в 10 раз лучше, нежели вот, нежели смотреть на Тавр, как умирает. Ну и заходит Виха. Сол рипом его пытаются подхилить, но слишком мало. Грейвзы, Шекл. Неплохо было бы пострелять, но у Тайтхантера Блинка немножко страшно, что он заблинкуется. В итоге минус Тавр. Смотрит, как падает Ранжовый Барак. СФ все еще фуловый. Фокус Фаер на Шадоу Финда. СФ не пробивает через бабочку. Фокус Фаер не работает. Она вообще не пробивает. Не Тайтхантера на дамаг. Ну, сейчас нет ульта Дазла. Правда, висит Солар Крест. Солар Крест плюс бабочка, плюс Кираса. 26 армора с... Ой, успевает Тайтхантера Блинканутся. Стенка потрачена в никуда. В итоге мид потерян. Можно спокойно приниматься за следующую сторону. Что и делают. Грейвзы. И вниз. Антимаг ошибается. Использует... С Сайленсом попадает по нужному антимагу Энви. И антимаг в таверне. Да, Раном Анту завязывал. СФ тем временем всех, кто шел помогать антимагу, изнасиловал. Убивает Джулза. Да, на Талкер цепляет еще и Андайинга. Ну и заходит на вторую сторону. Ее тоже не отдэпить. Ну что ж, как мы видим, Сикреты очень хорошо пользуются вот этими пассивными пиками, антимагами, фантом лансерами и другими героями, которые хотят пофармить. И как и в инициативе, они неоспоримые. Нападают на Тарксира. Также забрали Верочку. Тут еще и Винтерверна погибла. В общем, тут вообще вся команда Минески умирает. Хороший вакуум, но Монавайда нет. Да, антимаг. Антимаг уже потратил вот Queen of Pain. Ну да, поэтому очередная сторона падает и Минески... Ну не знаю, Минески можно сдаваться. Ну в первой игре они смотрелись пободрее, во второй как-то уж слишком легко для Сикретов вышло. Ну да, Сикреты очень хорошо пользуются любой слабостью противника. И вот когда ты отдаешь инициативу, то вот эти вот Виха, Энви и прочие паймеры они знают, как закреплять свое преимущество. Что делать, когда у тебя значительный перевес? То есть, как там загангать, где можно там с фатарчика напасть. И... Ну... Ну и вот и разум. Уровень игры просто феноменальный. Закуп секретов. Барабаны, Владмир сразу же появляются, чтобы еще усилить свое 5 на 5 и закончить. Причем дисциплина какая? То есть, помните времена, когда ну там тот же Пупей застрыв на Шаду Финда, ну да, Антимак все понял, что лучше всего с ними драться. То есть, были такие времена, когда все покупали догон вот на такой стадии. Зачем? Просто, чтобы состилить фраг и у тебя раскадает. Да, просто, чтобы был догон. Да, да, да. Но сейчас мы наблюдаем за тем, что команда собралась, команда подошла серьезно и они собираются побеждать и пакуются вообще полностью. Просто, просто пот вообще, там, мама, неси полотенце. Как, как говорится. Ну, наверное. Ну да, очень концентрировано играют. Конечно, Сикретом очень важно сейчас. Они вот выиграли два турнира перед мейджором, им очень важно взять сам мейджор. Ну да, там, то есть, когда там кто-то думает, а сейчас соберу-ка с Кади, говорит Энви, забирает в эручку, тут тем временем выход на Тайдхантера, по Лайдай вешает Саленс, Антимак понимает, что лучше отступать, довольно-таки жирный и на развороте. Влетает Этернал Энви, в никого подходит Виха, начинает раздавать, Darkseer разобрали и, боже мой, как же дамажится Сэш. Минус три, остается один Антимак, получает гаш, моментально погибает и ГВП. Очень уверенно Team Secret разбираются с Минесками. Да, та сенсация, которая у нас была в групповой стадии, не продолжилась в венерах. Минески в любом случае не вылетают, они всего лишь отправляются в нижнюю сетку. Ну, полезный опыт для этих ребят. Все-таки отчаиваться не стоит, потому что, как мы знаем, Team Secret фавориты на этом турнире и они играют очень хорошо. И хочется порадоваться за их дисциплину. То есть, такое ощущение, что Эннви там хочет собрать фызы какие-нибудь, как было на Врейс Кинге, хочет там еще какие-нибудь скади, может быть, сделать. И каждый раз, когда подобные мысли он, наверное, там озвучивает, Пупей ему машет пальчиком, показывая, что так нельзя. И Эннви продолжает играть уверенно. Да, вот они, Сикреты, капитан Пупей. Такие невозмутимые, покрытие. Покрытие.